Дети, помните, когда заканчивается праздник и хочется уже идти спать, бывает такое ощущение, или мы сприху, нужно очень быстро убежать с кухни и лечь спать. Иначе мама попросит помыть посуду. А если очередь не установлена, то кому попадается всегда? Самому старшему. Ты же старший, тебе надо помочь. Но почему я старший? Почему мне это? Опять и начинается некоторая такая вдохновительная речь. Человек радуется о том, что он родился старшим и так далее. Студенты, помните, вот вы едете, едете вы с учебы, сил нет уже, глаза вспыхаются, и ты забираешь в автобус, садишься, где-нибудь так местечко свободное, сел все, и прикрыл глаза и дремешь. И ты краем глаза смотришь, заходит пожилой человек и идет в твою сторону. И ты думаешь, хоть бы не поднимай глаз, все, я сплю. Потому что если ты поднимешь глаза, ты встретишься глазами с тем человеком, и наверняка тебе неудобно будет, ты не сможешь не уступить. И пока он идет, ты борешься с собой встать. И потом вдруг ты встаешь, встал. А он скажет, да не, не, сиди, пронесло. Садишься, радостный, довольный сидишь. Или просто вставил наушники, включил что-то, все, сидишь, все, и никого не замечаешь. Или когда ты опаздываешь до молитвы, едешь, и ты вот втискиваешься, тискиваешься, сигналишься, он подходишь, сигналишься тому, ну уступи, пропусти, мне в этот ряд не положено, ну с милостью все. А он не поворачивается в твою сторону. Потому что если он с тобой встретится глазами, ему придется тебе уступить, а он не хочет тебе уступать. Потому что он стоял уже 500 метров, простоялся, а ты тут с этой полосы залазишь к нему. Нет, он проезжает мимо, и ты, эх, а потом смотришь, кто-то уже сзади сидит, тебе мигает фарма. Да заезжай ты мне, не жалко, не жалко. Знаете, вот в нашей жизни постоянно мы встречаемся с чьей-то волей. И чаще всего нам не хочется менять свое устройство жизни и себя для того, чтобы как-то другому уступить. У нас все в жизни прописано, у нас все в жизни запланировано. Не лезьте ко мне, я знаю, как жить, у меня все разложено по полочкам. Не надо, не мешайте. И неважно, верующие, неверующие, мы все знаем, как жить. Но, к сожалению, к величайшему сожалению, эта трагедия всех людей, каждого из нас, есть в нашем сердце, в нашей жизни грех, и он все коверкает. И вот мы знаем, как надо жить, мы знаем, как надо поступать, мы знаем, как надо есть. Мы так не делаем. Мы живем так, как нам нравится. И ищу оправдания, потому что вот это, потому что мне надо проповедовать, потому что я опаздываю, мне завтра рано в школу вставать, потому что я студент, я устал, потому что подорожало все. и постоянно я ищу себе оправдания, чтобы свое сердце не сделать покорным Богу. Но вот история Рождества, это, знаете, история, которая просто заставляет нас умиляться к тому, чтобы Бог выбрал святых людей, чтобы Рождество состоялось. И в чем эта святость их выразила? В том, что они захотели свою жизнь повернуть в сторону Божью и чтобы Бог ими пользовался так, как им вообще в голову не представлялось и не представлялось правильным, и никогда так не мечтали, никогда так не думали. То есть Рождество происходит тогда, когда происходит то, что нам вообще в голову трудно представить. И именно вот история Рождества, она вот такая. Евангелие Матфея описывает это. Первая глава с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господний явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней от Духа Святого, родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит, вот дева в очреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему, ангел Господний и принял жену свою. Вот давайте просто немножко, я думаю, может быть, детям будет сложно, а старшие, я думаю, все это поймут. Заглянем в эту, казалось бы, трагичную ситуацию самого Иосифа. Он, будучи праведен, встречает свою Марию, и она ему рассказывает эту весть об ангеле, что ангел ей явился, что она в ожидании ребенка, что Дух Святой послал, что это ребенок есть Мессия, которого ожидают. То есть он все это себе в своем сердце думает, крутит и представляет, как мне теперь быть, как мне теперь поступить. И он размышляет, и он многие разные мысли мог, но почему именно я, почему именно мне, почему моя семья не как все, почему у меня и вот это, и вот это, ну почему, я же все сделал. И тут Писание, ее муж, будучи праведен. То есть Писание ясно и четко говорит, это характеристика не нас, людей, это не его соседи, это Бог рассказывает об этом праведном человеке. Поэтому он его и выбрал, потому что он знал, что праведный поступит так, как Богу будет угодно, несмотря на то, что его сознание в его мыслях это не укладывается. И вот здесь, когда он помыслил, это вот ангелом является, говорит, не бойся принять Марии. А что он хотел сделать? И вот в его мыслях Мария, Марии он принять и может. Мария оказалась ненадежной, или странной, или непонятной. Он не может это принять, Он не может это понять. И вот он думает, как, может быть, он думает о грехах. Может, он думает о трудностях. Может, он думает, ах, если бы не было этого греха. А может быть, что бы он там ни думал. Но вот здесь мы читаем, что вот в этот самый момент ему является ангел, говорит, родиться, и назови его Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их. Вот в этом контексте этих событий Иисус родится, и он будет спасать людей от грехов. Людей своих будет спасать от грехов их. И вот этот самый момент, Иосиф так приходит в себя. То есть ему говорят такие слова, которые говорит сам Бог. Ему он говорит, не бойся, не бойся, Иосиф, поступи, как я тебе говорю. И когда он слышит то, что говорит Бог, вот понимаете, когда мы слышим то, что говорит Бог, когда все люди слышат, что говорит Бог, вот что, как мы должны поступить. Вот как я должен поступить в этой ситуации. Вот здесь написано, он встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господний и принял жену свою. Ему сложно было это принять, ему сложно было это понять, он это и не понял. Пока все это, потом пришли пастухи, потом пришли мудрецы, потом слово убегай в Египет, потом смотрит, он возрастает, потом Иосиф и Мария ищет Иисуса, находит его в храме. Представляете, каждый раз ему эти вопросы приходили. Почему я? Почему в моей семье? Ради чего? Чем это? Что будет дальше? И постоянно испытывалось его веру, он вспоминал, что ему говорил Бог. Бог ему говорил, поступи, не бойся, прими, уходи в Египет, возвращайся в свою землю и живи, будь отцом, будь мужем, воспитывай, учи, наставляй, учи его плотским делом, чтобы учи, работай, заботься, корми. Вот это все, представляете, все это в одну семью, в одно сердце. Но это сердце было праведным. Праведное сердце, оно не боится трудностей. Праведное сердце, оно с верой смотрит вперед, потому что, то, что говорит праведному, открывает Господь, за это гарантирует, или события, которые происходят, за ними стоит сам Бог. И Иосиф, когда слышится, он понимает, это сам Бог говорит. А если сам Бог что-то говорит, это всегда гарантированно успешный результат. Каким бы ценой не пришлось идти, что бы ни приходилось платить, чем платилось? Он платил позором. Он мог, как бы ни среагировали, не высчитали время, когда родился ребенок, что бы ни сказали, какие вопросы он должен был, все это могло в его сердце нахлынуть. Он не знал, как будет дальше. Он совершенно не знал. Но он поступил так, как сказал ему Господь. Почему? Потому что он услышал слово от Господа. Он принял это слово от Господа. И Бог продолжал в его жизни действовать. Через него в жизни Иисуса, в жизни Марии, и Божий план совершался, и Рождество случилось. Братья и сестры, чтобы Рождество случилось в нашей жизни, в жизни нашей семьи, нам нужно отказаться отказаться от нашего представления логики, как Бог делает Рождество, как наши дети спасаются от греховных путей и встают на путь истины, как я, жалкий, испорченный грешник, становлюсь святым человеком, как я, привязанный ко греху и не могу сейчас ставить не то что исповедать, или с кем-то побеседовать, или кому-то открыть, или жене, или брату, или сестре, как я смогу вообще оставить свои тайные грехи и выбраться в свет Божий, избавиться от своих грехов и стать нормальным человеком, чтобы моя жизнь стала чистой, святой, чтобы я от своей неправедности, своих путей неправедных сошел. Может быть, даже никто не знает, но я мучаюсь, я страдаю, и Рождества в моем сердце не будет и нет, потому что нет ответа правильного на то слово, которое говорит праведный Бог моему сердцу, через совесть, через Духа Святого, через Писание. Пока у меня нету этого ответа правильного, я сижу с закрытыми глазами, и я боюсь поднять взор на Христа, я боюсь прийти на собрание, я боюсь пойти на беседу, боюсь пойти на исповедание, да хоть что. Почему? Потому что это обнаружит мой грех, но я мучаюсь от этого греха, я страдаю от этого греха, я страдаю от этого греха, моя семья, все страдают, уже все давно все поняли, а я все еще живу, закрываю глаза и думаю, что никто не замечает, что в моей жизни все хорошо, у меня все получится, я сам как-нибудь справлюсь с этой проблемой. Вот Иосиф, он встретился с грехами других, он предполагал, что может быть, как может быть, это и не грех, как это все понять, но вот этот оттенок горечи, переживаний у его сердца было. Как он среагировал? Он мог бы просто, он взял ответственность на себя. Когда он встретился, как предполагается, может быть, с грехами других, он взял ответственность на себя, он, будучи правил, не хотел, он не хотел, чтобы она досталась другим, чтобы кто-то другие посмеялись и сделал, он захотел, чтобы это правосудие совершил сам Бог. И вот Писание наслаждает, когда ты встречаешься с грехами других, когда ты встретишься с грехами, первое, что Писание назовет, молись, Молись за того человека, когда ты встретишься с грехами. Ты заметил его грех. Не просто так тебе Бог дал увидеть этот грех или засомневаться, или что-то. Первое, что молись, молись, молись. Стань сопереживателем, стань человеком на его ступеньку и скорби за него. Ищи вот этой благодати для него. Молись Богу о нем, чтобы твое сердце, чтобы вот это Рождество в его жизнь пришло. Чтобы вот это смирение пред Иисусом Христом, пред Его Словом, Его Святым Духом, чтобы это пришло в его сердце. Молись. И если ты не видишь результат, ты видишь, ты продолжаешь, что подойди к нему. Подойди так, скажи, чтобы это слово, оно легло теплом на эту израненную душу. Скажи ему, скажи ему, чтобы он услышал, что ты переживаешь, что ты болеешь за него, и ты видишь боль и горечь его сердца. Скажи ему об этом. Скажи, чтобы его сердце потеплело. Скажи, чтобы он увидел Бога. А если он ожесточится, возьми еще другого, такого же скорбящего, и вместе с ним пойди. Иди к этому человеку еще раз. Иди к нему снова. Зови его на путь истины. Зови его на путь спасения. Зови его так, чтобы он услышал зов Иисуса, и Рождество было в его сердце. Иди к нему. Иди к нему. Иди к нему. И Иисус так говорит. Если двое или трое согласятся что-то просить во имя, там я посреди них. Эти слова, говорят, тогда, когда я пойду кому-то, чтобы тот встал на путь Рождества. Чтобы в том сердце родился Иисус Христос. Этот человек, этот, может быть, брат или сестра, или кто-то человек, оставил путь греха и пошел за Иисусом. Иди, иди, Иисус говорит. Где двое или трое пойдут к этому человеку. Иисус говорит. Я буду с вами. Я хочу, чтобы в его сердце тоже было Рождество. Чтобы он тоже радовался. Чтобы она радовалась. Чтобы этот грех был побежден. Почему? Почему Иисус этого хочет? Потому что здесь написано, еще Иосифу было сказано. Потому что он спасет людей своих. От грехов их. И тогда возникает вопрос. Иисус-то спасает. Ну, кого он спасает? Он спасает только того, кто стал своим Богом. Он не спасает чужих. Он не может спасти чужих. Чужие, они не слушают голос пастыря. Они за ним не идут. А свой, когда он услышал. Я хочу быть в стадии Божьем. Я иду за Иисусом. Я хочу послушать это слово. И иду за Иисусом. И я открываю свое сердце. Это сердце растопляется. Греховные льды тают. И радость спасения. Радость надежды. Вот эта ответная любовь от Господа. Она согревает наше одинокое сердце. И тогда радость приходит. Тогда вот это непонятное наше человеческое. Почему, как, все. Оно уходит. И приходит радость. Приходит победа. Приходит помощь свыше. И вот действительно, тогда человек наполнен радостью. Тогда Иисус родился в моем сердце. Родился в моей жизни. Как мы с вами реагируем, братья и сестры? Чаще всего, здесь Писание, смотрите, конкретно говорит, Он спасет людей своих от грехов их. Очень часто наши проблемы заключаются в том, что мы не смотрим на Иисуса, который спасает. Мы хотим сами решать свои проблемы. Я силен, я знаю, я давно верующий, у меня есть какой-то духовный опыт. Я раньше так спасался, я раньше так выходил из этого положения. И сейчас у меня снова получится. То есть, я пытаюсь сам собою спасаться от грехов. Это не работает. Писание говорит, Он спасет. Он. То есть, Иисус, который спасает. Это единственный, который может спасти. Это единственный, кто заходит в автобус в моей жизни и смотрит, и встречается в мои глаза, и смотрит, и говорит, тебе надо вставать. Тебе надо изменить свою жизнь. Он заходит в мою жизнь и говорит, тебе нужно поправить. Тебе нужно развернуться. Оставить свой путь грешный. Иди в другую сторону. Я сам справлюсь. Не мешайте мне. Я по своему пути иду. У меня есть уже опыт. У меня кое-что уже получилось. Загибаю пальцы. Иисус говорит, без меня у тебя ничего не получится. И вот здесь, когда Иосиф тоже предполагал, думаю, что же я могу сделать. И он предполагал варианты, как из этой ситуации выйти. И когда он видит, что Иосиф заблуждается, когда Иосиф не обращает внимания, не вспомнил в это время ни пророчества, ни вот это ожидание Мессии, ни то, о чем чаял весь народ, он все это забыл, потому что это касалось его сердца, потому что это касалось его жизни. В это время забывается все. Ты про все забываешь. Тебе легко другим говорить. Но когда касается твоего собственного греха, это тяжело со своими грехами бороться. Мне легко проповедовать, но я не люблю свои грехи изменять. Когда мне кто-то говорит замечание, меня все выворачивает. Я по телефону не могу спокойно разговаривать, когда мне кто-то обличает. Мне сразу, да ты, ты знаешь, что мне охота сразу справедливый гнев пустить. Да в ответ что? Почему? Потому что это касается моего сердца. Когда касалось жизни семьи Иосифа, он забыл про все. А ангел, когда ей говорит, родится Иисус, он ему говорит, родится Иисус, он будет спасать от грехов людей своих. И дальше что он говорит? И это все происходит, да сбудется сказанное Господом через пророка, который, говорит, он напоминает ему слова Писания. Говорит, Иосиф, вспомни пророков. Вспомни Писание. Пусть твоя вера, она не будет на каких-то эмоциях и чувствах, и каких-то прошлых опытах. Твоя вера должна фундаментально устраиваться на том, что говорит Господь. На его святом, неизменном, праведном слове. И вот это Иосиф взял за фундамент своей жизни. Иосиф взял за фундамент своей жизни. Встав, он поступил, как повелел ему Господь. Дорогие братья и сестры, Рождество – это пересмотр нашей жизни, потому что пришел тот, кто нас спасет от наших грехов. От наших грехов. От того, что не дает нам жизни быть счастливыми. По-настоящему. В жизни быть радостными на Рождество и так далее, и в другие праздники, и на вечеры. Потому что есть эти наши грехи, это есть это зло, которое в нас живет, которое в нас цветет, и которое нас нужно. Иисус убирает, очищает, говорит, убирай. Очищай свою жизнь, изменяй свою жизнь. А я не хочу. Я оставляю наушники, я беру свой телефон, или беру свою книжку, или другие свои дела, занятия, и я не слышу Иисуса. Потому что мне это сейчас неудобно. Это тянет за собой большие последствия. Это значит, мне нужно обнаружиться. Это значит, все узнают. И я больше думаю о позоре. Я думаю о том, как мне скажут жизнь, о том, что мне скажут другие. Как они отреагируют в церкви, или мои соседи, или кто с кем, или мои друзья о моем грехе. Потому что для меня их мнение важнее мнения Бога. Это значит, что в моем сердце нету Рождества. Значит, если люди что-то говорят для меня важнее, значит, я не оценил того, кто родился. Значит, я сам себя спасаю. Значит, я сам себя тащу на небо. Значит, это небо, небо, оно закрыто, небесное. Обители. Мы попадем в ад не потому, что мы встретились с грехами других. Мы пойдем в ад, потому что мы со своими грехами разбирались сами, а не звали на помощь Иисуса. И вот Иисус, скорбящий, смотрит на нас. Это подобно тому, когда мы говорим нашему ребенку, не иди, не делай это, это будет плохо. Ты там подсказнешься, упадешь. Не делай это, пожалуйста, не ходи туда. А ребенок идет и делает вид, что тебя не слышит. И ты смотришь, как он подскальзывает и падает и ударяет. Слышишь, ну я же тебе говорил. Ты понимаешь, что он игнорирует. А может быть, ребенок идет, и ты понимаешь, он еще не подсказан, но ты видишь, это путь плохой, нехороший. И ты смотришь, и то сердце просто радистское, скорбное, заблевается. Он не слышит. Он закрылся. И так же Иисус смотрит на нас. Даже в большей степени. Потому что Он знает всю нашу жизнь. И Он позаботится о том, чтобы мы, идя на Его пути, не подскользнулись, не упали, не ослабели, не сломались, не разочаровались. И Он знает, что, идя по Его пути, тогда мы идем с Ним. Мы обязательно будем в вечных обителях. Тогда Он спасет. Когда я иду на Его пути, тогда я свой Иисусу. Когда я слушаю Его, значит, я свой Иисусу. Я слушаю Его голос. Я привыкаю слышать Его слова. Это становится моим, моим руководящим мотивом жизни. Это фундамент моей жизни, Его слова. И я иду, я свой Иисус. И Он обязательно доведет меня до вечности. И я обязательно буду радоваться вместе с рожденным в вечности. Это меня вдохновляет. Это меня подымает. Это мне дает силы жить. Это вдохновило Иосифа послушаться ангела. Конечно, можно сказать, а я, да я, если бы мне ангел явился и сказал, я бы тоже, наверное, послушался. Но к чему и ангел позвал? Ну, позвал к Слову Божию, Святому Писанию, пророкам, которые говорили. Сейчас мы имеем это слово, мы читаем, мы его слышим. Но готовы ли мы меняться? Хотим ли мы меняться? Или нам все-таки проще вот эта мишура, чтобы выглядеть хорошо, чтобы оказаться счастливым, чтобы притвориться, что все замечательно, ничего в моей жизни не происходит? Братья и сестры, когда мы встречаемся со своими грехами, это время, когда Иисус нам стучит в сердце. Я встретился со своей греховностью. Это Иисус мне показал. Через других людей или так Иисус пришел спасти. Очень часто наша жизнь потрачена на то, чтобы спасать других или бороться с греховными проявлениями других. А Иисус спасает нас от своих собственных грехов, потому что из-за своих грехов мы погибнем. Иисус говорит, я пришел спасти людей своих. Стал ли я своим Иисусу сегодня? Давайте в это Рождество заглянем в свое сердце. Слышу ли я его голос? Говорит ли он мне сегодня? Замечаю ли я, когда он говорит мне и обличает меня? Способен ли я измениться? И есть ли во мне, когда я вижу грехи других, способен ли я так сострадать и сожалеть, и с такой тоской, скорбью и любовью подходить, чтобы изменять, чтобы касаться других, чтобы его сердце тоже потеплело, чтобы он стал на путь Божий? Братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы молились прежде всего о своих грехах, а вторая молитва о том, чтобы я стал таким сострадающим, любящим человеком, который, встречаясь с грехами других, мог скорбеть, переживать и направлять к Иисусу, направлять к пути прощения, направлять, чтобы этот человек тоже стал своим Богом, и чтобы его сердце тоже было настоящее Рождество. Он спасет, он спасает людей своих от грехов их. Если есть на нашем собрании, я думаю, есть кто в жизни своей понимает, что его путь, путь не с Богом. Путь, в котором мы отчаянно или отчаянно закрываем свои грехи. Я в чужих глазах кажусь праведником, потому что для меня мнение других дороже, чем мнение Бога. Друзья, Рождество не будет в вашем сердце, не будет радости, потому что там нет Иисуса. Там Иисус не спасает вас от грехов, там Он не меняет ваше сердце, Он не наводит свой порядок в вашей жизни, и вы не отдали свою волю в Его руки, потому что вы считаете, что вы справедливы, вы абсолютно праведны, потому что у вас все хорошо, и вы сами можете спастись от своих грехов, и, может быть, у вас это в чем-то даже получается. Но это утопия, это самообман, это убаюканный самообман. С такими мыслями все люди пошли в ад. А отполон тех людей, которые захотели сами себя спасать от грехов. А Иисус предлагает «Я спаситель». Он предлагает спасение. Это спасение вечное, спасение постоянное, спасение неизменное, спасение – это жизнь с Иисусом. Мы, соединившись с Иисусом, мы с Ним воскреснем. Соединившись с Иисусом, мы будем жить вечно. Соединившись с Иисусом, будем там, где никогда не будет греха. Мы будем молиться. И в чем сердце стучит Господь и говорит, «Ты не на пути моем, ты мне стал чужим, выходите вперед, склоняйтесь перед Иисусом, просите у Него милости и помощи, и спасения, чтобы Он спас. Он спасал и спасает людей своих. Становитесь своей Иисусом. И Он спасет людей своих от грехов их. А если я, может быть, встречаясь с грехами других, встал еще выше, возомнил, у меня этого нету, побоимся Господа, смиримся перед Ним. И будем скорбеть за тех, переживать за тех, кого мы видим, что они находятся в греховном пути. Они поступают неправильно или делают неправильно. Будем скорбеть и молиться, и идти к этим людям с тоской и болью, и звать их на путь Рождества. Рождество происходит, и радость это приходит там, где отказываемся мы от всякой логики, от своих представлений, от своей философии, от своей жизни, и доверяем Иисусу, даем место Иисусу, и голос Божий нас зовет к Нему, и мы слушаем Его, и идем за Ним, и так будет всегда. Там есть Рождество, там есть радость, где мы слушаем Иисуса. Давайте помолимся Ему. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok